МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По всей территории Смоленщины установлены памятники тем, кто самоотверженно ковал священное оружие Победы. Вечная память погибшим летчикам в деревне Новое Сырокаренье. Помню, как началась война, как отступали наши через деревню нашу. Танки двигались только, о боже мой. Открытие вахты поискового отряда за родину. Это были не просто расстрелы, это было чисто издевательство для двери. Встреча любителей поэзии ко Дню Победы. Переходим к темам выпуска. В конце апреля в Москве состоялся третий форум городов атомной энергетики и промышленности. В форуме принимала участие и делегация из Десногорска под руководством главы муниципального образования Андрея Шубина. Темой обсуждения стало повышение качества жизни в городах Росатома. В итоге между представителями Росатом и инфраструктурные решения и главой Десногорска было подписано соглашение о реализации совместных инициатив по внедрению технологии «Бережливый умный город». Это современная технология непрерывных улучшений качества жизни горожан в городах Росатома. Кроме этого, делегация побывала на семинаре по брендингу, где своими лучшими практиками медиапланирования поделилась начальник отдела информационных технологий Наталья Барханоева. По мнению участников семинара, Десногорск является лучшим в направлении информационного освещения территории муниципалитета. 7 мая в преддверии Дня Победы глава города Андрей Шубин и представители городских инфраструктур обсудили текущую обстановку в Десногорске – несанкционированная посадка деревьев, благоустройство города и праздничные мероприятия 9 мая. Об этом подробнее в сюжете. 9 мая на территории города состоятся праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Построение колонны бессмертного полка будет осуществляться с 9 часов утра до 9.20 от Большого к Малому городскому кольцу. Схема построения колонны утверждена в постановлении главы муниципального образования. Далее в 10 часов у Кургайныслава состоится митинг. И в течение дня на площадке города будет проходить концертная программа. В городе продолжаются работы по ремонту территорий. Так, в первом микрорайоне рядом с домом номер 9 запланировано выложить брусчатку. Уборка последствий после проведенных технических работ возле 4-й школы состоится в ближайшее время. А вот инициативные десногорцы, которые стремятся облагородить свой город посадкой деревьев, вызывают у управляющих организации опасения. Деревья появляются в местах, где проложены теплосети, что становится небезопасным для жизни и здоровья горожан. Поэтому рекомендуется согласовывать насаждение с управляющей компанией. В целом, обстановка в городе благоприятная. Муниципальные системы оповещения проверены и находятся в рабочем режиме. Виолетта Ефименко, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. 6 мая в Сырокаренском сельском поселении состоялся митинг у памятника погибшим во время Великой Отечественной войны летчикам. В мероприятие приняли участие ветераны, школьники, юнормейцы, представители Смоленской АЭС и администрации города. Подробности в сюжете. В преддверии одной из самых важных дат в истории нашей страны – Дня Победы, неравнодушные десногорцы собрались почтить память погибших летчиков. В далеком 1941 году, в июле месяце, жители деревни Новая Сырокаренье стали свидетелями воздушного сражения между советскими самолетами и фашистскими мессерами. Историю их трагической гибели присутствующим напомнили ученики третьей школы. Бой был неравен. Наш самолет загорелся и стал падать. Летчики медленно опускались на парашютах, а самолеты со свастикой кружили над ними и расстреливали беззащитных людей. Это мероприятие проводится два раза в год и стало доброй традицией. Таким образом, старшее поколение на личном примере показывает, что героев своей страны нужно помнить и чтить. Памятник был установлен на месте захоронения летчика Гаврилова из Стадолища и еще двух неизвестных солдат. Он возведен работниками Десногорского ЦЭМа и был открыт 7 мая 1985 года. Открывал это значимое мероприятие глава муниципального образования Сорокаренского сельского поселения Константин Мищенков. Мы ежегодно собираемся на этом месте, в деревне Новосорокарение, для того, чтобы почтить память погибших героев, для того, чтобы вспомнить, как им было тяжело. В настоящее время шефство над памятником и могилой погибших летчиков осуществляет сплоченная команда акционерного общества «Атомтранс» под руководством директора предприятия, депутата Смоленско-областной думы Михаила Лосенко. Все предприятия города стараются облагораживать такие памятники. Кроме этого, мы обязательно должны воспитывать все наши будущие поколения. Со своей речью перед присутствующими выступили ветеран Национальной гвардии капитан Александр Любашин, председатель морского собрания капитан-лейтенант Геннадий Авдюшин, ветеран войны в Афганистане Игорь Журавлёв, ветеран войны Андрей Седько. Мы низко склоняем головы перед павшими и живыми ветеранами. С праздником всех, уважаемые друзья! Я поздравляю всех присутствующих с наступающим Днём Великой Победы. Желаю всем доброго здоровья, добрых дел на благо нашей многостраданной России. Минута молчания. Все присутствующие почтили память погибших лётчиков. После официальной части митинга юнормейцы заняли свои позиции возле монумента. Вечный огонь и вечная слава погибшим солдатам. Мероприятие закончилось торжественным возложением цветов. 26 апреля состоялось открытие вахты поискового отряда «За Родину». На месте событий побывала наша съёмочная группа. Помню, как началась война, как отступали наши через деревню нашу. Танки двигались. Столько! О, Боже мой! Ельницкий район Смоленской области. Когда-то здесь располагалась деревня Портки. Это место стёрто с лица земли в годы Великой Отечественной войны. Здесь были трагические и кровопролитные бои советских солдат с динамично наступающей фашистской угрозой. Результатом жестоких баталий в этих местах стали большие потери личного состава обеих враждующих сторон, а также страдания и лишения местных жителей, невольных участников кровавых событий. Ныне спокойные и умиротворённые леса. Они продолжают хранить в себе память тех, кто ценой своей жизни исполнял свой долг. Поисковый отряд «За Родину» прибыл сюда на открытие весенней вахты памяти. На заранее выбранном участке их уже ждали единомышленники из Сыктывкара. Я хожу с целью максимально помочь, сделать как можно больше для того, чтобы облегчить как-то задачу для поисковиков отряда, десногорских ребят. Поисковый отряд «За Родину» нашли бойца, получается, нашего земляка из города Сыктывкара. И, получается, отряд «Весна Победы», который из Сыктывкара, приехал сюда за, получается, останками, для передачи останков родственникам. Совместными усилиями, движимые единой благородной целью, отрядам удалось справиться со своей миссией и сорвать келеймо, казалось, без возвратного забытия с тех, кто принял свой последний бой на этом месте. «Солдатский медальон, образца марта 1941 года, бакелитовый корпус. Ну а внутри должна быть стандартная записка». Уникальное и невероятное везение. В ходе раскопок было найдено 11 медальонов солдат рабочей крестьянской Красной Армии. А пять из них удалось прочесть сразу. Это редкая удача для артефактов тех лет. Также были обнаружены останки солдат. На данной высоте уже проведена разведработа и уже есть обнаружены уже останки солдат. Мы будем сейчас продолжать дальше проводить разведку. В ходе поисковых работ с 22 апреля по 4 мая было поднято 26 советских солдат и найдено 11 медальонов. Нет сомнений, что поисковики сделают все возможное для того, чтобы каждый герой той страшной войны обрел покой и вечную память. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна-ТВ. В Сычевском районе Смоленской области завершилась 11-дневная вахта памяти. В ней приняли участие более 500 человек, представлявшие 56 поисковых отрядов из 16 регионов страны. За время вахты были найдены и подняты останки почти 900 солдат. Имена 24 из них удалось установить. Со всеми военными почестями советских солдат и офицеров перезахоронили. На поле памяти уже покоятся более 8 тысяч бойцов Красной армии, освобождавших Сычевский район. Принять участие в траурной процессе пришло много неравнодушных людей. В знак общей печали о погибших и светлой памяти о них, епископ Вяземский и Гагаринский Сергий отслужил за упокойную молитву. Накануне Дня Победы 7 мая состоялась теплая встреча любителей поэзии. Проникновенные стихи о Великой Отечественной войне звучали в этот день в Центре культуры и молодежной политики Десногорска. Подробности в сюжете. Смоленщина – одна из первых областей России, которая приняла на себя удар фашистского врага. Соловьёва переправа, бой за Вязьму, Ельню, танковый бой у села Богданово. Это были не просто расстрелы, это было чистое издевательство над людьми. Людей вешали, натравили на них собак, душегубков убивали, резали, уничтожали. Наша святая обязанность – беречь память о войне и победе. И передать её нашим детям, внукам и правнукам. Свой вклад сегодня внесли поэты и чтицы Десногорска. Поэтические композиции, бардовские песни, стихи о войне затронули струны души как исполнителей, так и собравшихся. Среди участников вечера были энтузиасты и хранители памяти тех событий. Театр Гном, Михаил Юрков, Игорь Журавлёв и другие на своём примере показали необходимость помнить и чтить героев. Будем жить, встречать рассветы, верить и любить. Только не забыть бы это, лишь бы не забыть. Олег Соловьёв, Виталий Степанов, Александр Ерофеев, Десна ТВ. Герои России, какими их не видел никто. Название уникальной выставки, которая проходит в Смоленске. На мероприятии представлены портреты участников военных действий, сделанные известными фотографами. Это герои России и Советского Союза, герои труда и ветераны боевых действий из разных уголков страны. Каждая фотография имеет свой персональный код, по которому можно открыть видео героя в интернете. Фотовыставка уже прошла в 30 городах России и после Смоленска отправится ещё в 10 регионов. Смоляне, посетившие выставку, отмечают, что портреты людей, многие из которых получили тяжёлые ранения, производят неизгладимое впечатление. И коротко о погоде. 9 мая ожидается дождь. Днём до 21 градуса тепла, ночью плюс 12. На сегодня это все новости. Больше интересного на нашем сайте disneydefistv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. С вами была Виолетта Ефименко. Всем хорошего настроения и только позитивных новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова